МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АТНТ «Армавир», информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. За безупречную службу были награждены медалями сотрудники УФМС. На чествование побывала Анна Мельченко. Премьера в Армавире. Сотрудники библиотеки имени Крупской сняли фильм о Великой Отечественной войне. На первом показе побывал Марк Бугаес. И смех и слезы в армавирском драмтеатре готовятся к премьере спектакль трагикомедии «Сирена и Виктория». Редобщева с подробностями. В прошлом выпуске «Твоих новостей» мы рассказывали о том, что в Армавире пропал 11-летний мальчик. Игорь Гороховцев ушел из дома в ночь с 26 на 27 апреля. После трех дней поисков полицейским удалось его найти живым и невредимым. В настоящее время мальчик передан законным представителям. В Армавире мошенник обманул ветерана Великой Отечественной войны. Уголовное дело в отношении предпринимателя, который взял у мужчины деньги за установку пластиковых окон и скрылся, возбудили в апреле. В городскую прокуратуру обратился 88-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он сообщил, что не может добиться от местного предпринимателя выполнения договора на установку пластиковых окон. В ходе проверки правоохранители выяснили, что бизнесмен заключил более 10 договоров на установку дверей и окон, получил деньги и скрылся. Всего по делу недобросовестного предпринимателя потерпевшими признали 15 человек. Награда от президента. 29 апреля, в день образования Федеральной миграционной службы Краснодарского края, в Армавире состоялось награждение сотрудников ФМС за безупречную службу и участие в обеспечении миграционной безопасности во время универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи. Анна Мельченко наблюдала за церемонией. За службу первой степени награждается Обчинникова Наталья Викторовна. В этот знаменательный день звучало много слов благодарности в адрес всего коллектива. От всей души поздравляю с этим праздником нашим профессиональным. Прежде всего крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, всего-всего всех земных благ. Кстати, среди награжденных были и те, кто получил сразу две награды. Это Инесса Жир. Среди знаков отличия была и медаль президента России Владимира Путина. Вместе с грамотой 17-й Всемирной летней универсиады в Казани ее вручили Анатолию Переходову. В состав нашей команды входилось 10 сотрудников миграционного контроля и 10 сотрудников общего положения, которые занимались. Лично в нашу обязанность входило осуществление миграционного контроля на территории Казани, на всех объектах универсиады проверка законности находения на них иностранной рабочей силы. Надо сказать, объем работы сотрудников Федеральной миграционной службы впечатляет. В деятельность Армавирского отдела входит более 20 разнообразных направлений. Перед сотрудниками стоят задачи государственной важности, которые выполнять не так уж и легко. Это и работа с беженцами, и борьба с терроризмом, и охрана общественного порядка. Помимо этого, каждый день они предоставляют горожанам широкий спектр услуг. Анна Мельченко, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Сберкассу просят не закрывать. Представители Сбербанка России сообщили о планируемом закрытии сберкассы в Старой Станице, которая также обслуживает ряд населенных пунктов Новокубанского района. Касса Сбербанка здесь единственное учреждение, с помощью которого около 12,5 тысяч человек оплачивают счета за коммунальные услуги, получают пенсии и другие социальные выплаты. Закрытие учреждения вызвало возмущение селян. После встречи жителей с мэром города Армавира Андреем Харченко, администрация города направила письмо руководству Сбербанка и краевой администрации с просьбой не закрывать отделение в Старой Станице. С наступлением теплого времени года на дорогах появляется все больше мотоциклов, скутеров, мопедов и велосипедов, водители которых при несоблюдении правил дорожного движения нередко становятся причиной ДТП. Чтобы избежать подобных случаев и других нарушений на дорогах, в Армавире с сотрудниками ДПС регулярно проводятся профилактические мероприятия. Подробнее в нашем следующем сюжете. Весна. Самое время отправляться на пикник. И в качестве средства передвижения как нельзя лучше подойдет велосипед. Однако велосипедистов, скутеристов становится все больше и больше не только на лоне природы, но и на дорогах города. Причем многие из водителей – несовершеннолетние дети. Сейчас очень потеплее, у нас весна, крайность южная, поэтому достаточно много появилось на проречасти скутеров, мотоциклистов. Хочу повторить, что с нормой, которая введена в этом году, значит, на скутер должно иметься водительское удостоверение. Поэтому предупреждаем, как бы мы заранее всех водителей, что должны иметь водительское удостоверение, иметь должны шлемы. И имея такую возможность, хочу обратиться к родителям, чтобы, когда принимают они решение приобретать своему ребенку скутер или этот мопед, быть предельно внимательным, знать, что ему должно быть не менее 16 лет, должна быть подготовка водительская. И это полноправный участник движения. Статистика показывает, с наступлением каникул особенно возрастает детский травматизм на дорогах. С целью предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних полицейскими проводятся различные рейды, один из которых – детские перевозки. Полицейские контролируют использование специальных удерживающих устройств, детских кресел. Кроме того, сотрудники ДПС проводят и другие операции, такие как автобус, тонировка и не только. У нас проблема остается в нашем городе, особенно и в районах. Это операция, в смысле, это тонированные автомобили. Вы видите, что законодатель сейчас изменил нормативную базу, номера за данные нарушения, государственные регистрационные знаки не снимаются. Но, тем не менее, штраф 500 рублей предусматривает законодатель за данные нарушения и выдается инспектором требование на устранение данных недостатков или данных, будем считать, неисправностей в автомобиле, как тонированные стекла. А если в данном случае нарушение не устраняется в течение суток, то нарушитель подвергается аресту и на него налагается штраф. Новость о досрочной сдаче экзамена ПДД для получения водительских прав после их лишения для некоторых армавирцев стала, пожалуй, ободряющей. Несмотря на то, что само удостоверение будет выдано по истечении срока, автовладельцы, сдавшие экзамен досрочно, смогут спокойно считать денечки до наступления долгожданного момента. Половина срока прошло лишение. Если вы на год лишены, допустим, или на полтора года, после истечения 7,5 месяца вы можете пребывать под разделением РЭО, проходить экзамен, теоретически сдачу экзамена, получать документы, которые помогут впоследствии, после окончания всего срока лишения, получить водительское удостоверение. Напомним, раньше, после истечения срока лишения водительских прав, граждане могли получить удостоверение без сдачи экзаменов, но на сегодняшний день правила кардинально поменялись. Помимо этих нововведений, появился и ряд других. Еще имеются изменения по замене водительских удостоверений, национальных водительских удостоверений бывших союзных республик. Всю информацию по этой замене можно получить через базу интернет и прийти к нам проконсультироваться, мы все разъясним. Анна Мельченко, Станиславчинский, служба новостей Армавира. В Новокубанске прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине событий на Чернобыльской АЭС. В этот день вспоминали именно тех, кто, выполняя долг перед человечеством, боролся за безопасность других ценой собственной жизни. Репортаж из Новокубанска. Спустя 29 лет за дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции у городского мемориала «Вечный огонь» собрались новокубанцы, в их числе ликвидаторы аварии. В адрес этих мужественных людей, проявивших великий героизм и самопожертвование, во благо живущих будущих поколений звучали слова благодарности. От имени главы муниципального образования Новокубанский район Романа Геннадьевича Архипова я выражаю слова благодарности вам, уважаемые ликвидаторы, вам, наши новокубанцы, огромное вам спасибо за то, что вы сделали, доброго вам здоровья и самое главное, чтобы на нашей земле как можно дольше был мир. Огромное вам за это спасибо и низкий вам поклон. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы чувствовали заботу поколений. В память о чернобыльцах, не доживших до сегодняшнего дня, была объявлена минута молчания. Их героизм – это пример истинного патриотизма, и этот подвиг будет жить в сердцах людей вечно. Последствия этой аварии были катастрофические. Они были бы еще более катастрофические, если бы не мужество и героизм вас, воинов, чернобыльцев, ликвидаторов аварии. Ведь стоит задуматься только о том, что доза радиации, полученной жителями предлежащих городов и окрестностей в Чернобыле, в 90 раз превышала дозу радиации, полученной жителями Хиросимы, прятанной бомбардировки. Трудясь в зоне с повышенной радиоактивностью, большинство потеряли здоровье. Многие жизнь ликвидаторы, как истинные воины, проявляли верность присяге, выполнили свой общечеловеческий долг. С первых дней аварии в зону катастрофы были призваны граждане из всего Советского Союза. Из Краснодарского края было призвано более 11 тысяч человек, 180 из них – новокубанцы. В завершении мероприятия к памятному камню погибшим в результате последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции жители возложили цветы и венки. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Эрмавира». Закончился очередной этап сбора гуманитарной помощи для пострадавших от военных действий на Украине. Подведены итоги проделанной работы. В апреле было транспортировано более трех тонн гуманитарных грузов в Луганскую Народную Республику. Напомним, что координаторы занимаются сбором необходимых принадлежностей уже почти год – с июня 2014-го. За это время в Донецкую Луганскую Народную Республику доставили жизненно необходимые материалы в объеме шести газелей. Пункт помощи, который работал на территории храма, посетили более 160 беженцев с Донбасса. Здесь они получили продовольствие, одежду, гигиенические материалы, постельные принадлежности. Нуждающимся были предоставлены техника и денежные средства. 1 мая. Праздник весны, труда и безопасности, уточняют армавирские полицейские. За поведением горожан во время массовых мероприятий стражи порядка будут следить с повышенной бдительностью. Подробности в следующем сюжете. Впереди майские праздники. Кто-то уже надувает шарики, кто-то рисует плакаты. А вот армавирские полицейские готовятся со дня на день перейти в усиленный режим несения службы. Охрана общественного порядка во время празднования 1 мая и 9 мая будет осуществлять не менее 160 человек на площадях и улицах города Армавира. У нас будет во время празднования перекрываться движение, как это делается ежегодно в центральной части города. В утреннее время и в вечернее время, во время проведения концертов. Это будет и 1 мая, и 9 мая. Полицейские призывают армавирцев быть особенно бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов сразу же обращаться в дежурную часть. Также не стоит забывать и о собственном поведении. Спиртные напитки у нас запрещено употреблять на территории, в общественных местах. Курить также запрещено в общественных местах. Поэтому обращаю внимание, несмотря на праздники, будем действовать жестко. Будем это данное пресекать. Праздники должны у нас пройти тихо, спокойно, мирно, без каких-либо правонарушений. Марк Бугаец, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В канун 70-летнего юбилея Победы в сотрудниках молодежного отдела библиотеки имени Крупской проснулся кинематографический талант, реализовавшийся в создании короткометражной ленты о Великой Отечественной войне. На примерном показе побывал Марк Бугаец. 28 апреля – дата знаменательная для библиотеки имени Крупской. В этот день сотрудники юношеского отдела презентовали фильм с поэтичным названием «Ей цена – не просто памятные доски». Кто же такая она, зрители догадались с первых же кадров. Речь, разумеется, шла о победе. Что мы еще можем сегодня сделать для наших ветеранов, кроме как помнить о их подвиге, которые они совершили в годы Великой Отечественной войны. Вот я думаю, посмотрев этот фильм, а мы думаем, что он разойдется копиями по нашему городу, мы будем участвовать в конкурсе с этим фильмом. Я думаю, что им будет чрезвычайно приятно видеть то, что молодежь у нас патриотична, и с каким удовольствием она участвовала в создании этого фильма. На фоне военных мемориалов студенты и школьники Армавира проникновенно читали стихотворение Твардовского, и перед лицом зрителей словно оживала история простого русского солдата, погибшего в ту войну. Стоит отметить, что фильм бы не состоялся без этого скромного юноши. Андрей Науменко – сотрудник библиотеки и по совместительству оператор. Это он снял, срежиссировал и смонтировал данное произведение. Задумка не нова, мы это видели неоднократно, но для нас это ценно тем, что в этом фильме участвует наша молодежь, молодежь нашего города. И то, как они это делали вдохновенно, с удовольствием. Была не очень хорошая погода, и были какие-то объективные причины, чтобы мы этого не сделали, но мы это сделали. Фильм вышел довольно коротким, его продолжительность всего несколько минут. Но, как видно, запала у юных кинематографистов хватит на целый сериал. Так что на будущий год библиотека имени Крупской, быть может, порадует посетителей полномасштабной лентой. Марк Бугоец, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Стартовал фестиваль национальных культур «Многонациональный Армавир». 28 апреля состоялось праздничное открытие одного из ярких культурных мероприятий в городе. Фестиваль проходит уже четвертый год подряд. Формат его проведения не изменился. На протяжении нескольких месяцев до сентября включительно национальные общины познакомят жителей и гостей города со своей культурой. Право сделать это первой удостоилась общественная организация «Адыги Хассе». Мероприятие запланировано на 16 мая. Известно, что на концерте также выступит коллектив адыгов-шапсугов из Лазаревского района Сочи. В Армавирском театре драмы и комедии близится к завершению работы над спектаклем «Сирена и Виктория». На сцене уже выставлены декорации, готовы костюмы, а актеры разучили свои роли. Дарьи Топчеву удалось побывать на одной из репетиций нового спектакля и узнать о том, как нелепые случайности могут привести к любви. Современная, хорошо обставленная московская квартира с видом на Кремль станет местом, где развернется действие спектакля. Три персонажа – непредсказуемая бизнес-леди «Сирена», скромная доктор филологических наук Виктория и интеллигентный профессор астрономии Константин – станут участниками забавного недоразумения. По сценарию пьесы «Сирена» решает развлечь захондрившую подругу и приглашает в гости некоего козерога, предлагающего свои интим-услуги в одной из газет. Но по случайности героиня путает номера телефонов объявлений. Так вместо газетного Казановы к ним в квартиру попадает Константин, подрабатывающий стрижкой фокстерьеров. Режиссер-постановщик Татьяна Юдина рассказала, что привнесла в спектакль много своего – авторского. Их историю, то есть Константина и Виктория, я вообще просто выстроила так, что у них любовные. То есть любовные такие, и хорошие мизансцены есть, и отношения, они просто простроены, они в пьесе не выписаны. Потому что мы очень много сокращали, и вот вывела и самую-самую суть вот этого вот любовных отношений, как они влюбляются. Спектакль заставит не только смеяться, будут постановки и драматические моменты. Ты знаешь, что ты сделал? Ты знаешь, чему ты его отпустил? Ты же дал ему отец, а в отец, что он не знает, он смеет, отойди от него, отпусти! Нелепая случайность оборачивается сильными переживаниями героев, двум из которых суждено остаться вместе. Мне нравятся ваши глаза, мне нравится, как вы смотрите на меня. Я начинаю к этому привыкать. Ждать, когда вы на меня посмотрите. Посмотреть, как развивалась от начала до конца. Это необычная история. Насладиться красивыми костюмами и декорациями армавирцы смогут совсем скоро. Премьера спектакля «Сирена и Виктория» намечена на 3 мая. Перетопчева Александр Жирелиев, служба новостей Армавира. На этом выпуск завершен. Дали информацию о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».